Всем привет. Я вам показывал уже свой фонарик Anvoy S3. У меня их даже целых два. Фонарик достаточно неплохой и он мне нравится. И я решил к нему прикупить вот такой чехольчик. И там у нас ещё есть магнитики. Продавец отправляет два магнитика сразу в одном комплекте. То есть один лот из двух магнитиков. Это хорошо потому что многие пишут что магниты бывают там поломанные приходят и вот видимо специально для этого лот у него состоит прямо из двух магнитов. Думал приклеены нет просто они такие мощные и не оторвать. Ну пока пусть будет. Давайте посмотрим чехольчик. Чехол фирменный. Достаточно приятный. Аккуратно сделан. Вот реально не подкопаться. Что мне нравится, что чехол можно на ремень одевать не расстегивая ремень. Не вытаскивая там его из брюк. Просто на липучке раз просунули, защелкнули и все. Фонарик входит достаточно хорошо. Держится нормально. Он у нас же еще и застегнут. Вот тут есть маленький кармашек. Многие обозреватели пишут что это мол для запасного аккумулятора. Давайте посмотрим. Возьмем аккумулятор. Вставим. Теоретически конечно можно так носить. Но я не советую. Потому что аккумулятор отсюда выпадет. Вы его сразу потеряете. Так как резинка доходит только до половины даже чуть меньше. И элементарно он у вас отсюда выпадет и просто потеряете. Поэтому этот кармашек не знаю для чего, но явно не для аккумулятора. Резинки у нас там двойные. Вполне вероятно, что вот туда тоже можно что-то засовывать. Тут же аккумулятор. О! Кстати, несмотря на то что здесь нету дна, но вот тут аккумулятор держится хорошо. Вот именно в таком варианте. То есть вот с одной стороны и точно так же мы видим с другой стороны. И вот тут он уже прошит. То есть вот этот, вот второй кармашек, реально можно использовать для аккумулятора и он не выпадет. А вот этот маленький, ну есть и хорошо. Ну такой достаточно хороший чехол. Действительно приятный. Да, мне он нравится. Ну и посмотрим магнитики кольцевые. Продавец пишет, что надо их садить на клей. Просто так оно держаться не будет. Ну и да, действительно оно заходит очень легко. И само по себе там не держится. То есть можно взять клей, посадить на клей. Либо же скотч. Я думаю, что лучше даже не клей, потому что вы потом не вытащите. Нужно взять тонкий скотч. Сделать буквально один виток скотчем. И потом он очень плотно туда встанет. Только не вздумайте забивать. Если будете бить, магнит расколется. Неодимовые магниты, они очень хрупкие. Получается у нас вот так заподлицом. И нажимать кнопку становится уже неудобно. То есть когда магнита нету, нажимать, конечно же, сбоку пальцем намного удобнее. С магнитом нажимать эту кнопку становится затруднительно. Так как она получается как в колодце утопленная. Ну в принципе можно. То есть о чём я говорю. Если взять вот тоненький скотч. Главное, чтобы скотч лёг очень ровно. Я думаю, одного слоя будет достаточно. И вот так он заходит уже сюда достаточно плотненько. Отлично. Держится уже без всякого клея. Держится реально плотно, прочно и хорошо. Вот таким образом этот магнит можно здесь укрепить. Просто вот так его можно вытащить. Ну мало ли. Вдруг мы не захотим, чтобы наш магнит тут был. Вот такой магнитик. Вот с таким чехольчиком. Надеюсь видео вам понравилось. Всем пока. Подписываемся на канал. До новых встреч.